Апокалипсис Сейчас времена не менее тяжелые, жестокие, несправедливые и на самом деле убийственные во всех смыслах этого слова Воронеж. Город воинской славы. Воронеж – родина воздушно-десантных войск. Мы знаем свою историю и гордимся ею. Мы вместе за Россию! Мы вместе за Россию! Страна, которая выпала вновь побороть коварное зло и добыть право каждого на чистое небо. Страна, чьи сыновья вновь завоюют мир для всех, для себя и своих родных. Работайте, братья, дома. Все хорошо. Вот дана наша российская власть. Страшная сатанинская власть. Это просто несчастье для нашей страны, для нашей России, для нашего народа. До какого идиотизма надо дойти, чтобы 20 лет собирать боеприпасы, закупать, тратить миллиарды и потом эти боеприпасы обрушить на братскую республику, бывшую республику Советского Союза, на наших славян, на украинцев. Ну, это просто... Ну, короче, это, конечно, уже, я не знаю, это за гранью добра и зла, на самом деле. Мне пугает то, что они не чувствуют вот дисгармонии в этом, они какой-то поддерживают эту войну, говорят, давайте еще и Польшу возьмем. Да и такие есть вот реально люди, с которыми я разговариваю. Мы хотим с вами поговорить и даже пофилософствовать о жизни, о том, что сейчас происходит, о войне, мире, о любви, о том, о чем мы с вами каждый день думаем на кухне, разговаривая со своим чайником иногда. Иногда больше не с кем. Такие дела, ребята. Поехали. Вас несколько раз арестовывали, ну, задерживала полиция. В связи с чем это было все? Что уже мы начали, да? Я, Фролова Татьяна Ивановна, имею честь представиться. Да, меня несколько раз задерживала полиция. Я узнала, что такое обезьянник. Вот. Все это очень круто. Это все связано с протестными акциями против политики нашей власти, против политики Путина, против, в частности, против последних задержаний. Были связаны наши протесты против военной операции в Украине. Я до сих пор даже не могу прийти в себя от ощущения того, что творит там наша армия. Разрушая при этом сотни городов, убивая, насилуя, грабя, мне стыдно за свою страну. Мне стыдно за власть или даже за народ в общей сложности, которые позволили этой власти существовать 20 лет. Ведь мы еще ничего не видели доброго, что могла бы сделать нам эта власть. Если что, там чему-то мы радуемся, этим супермаркетам и прочее, прочее. Но не сознавая того, что все это с запада, что это импорт, сплошной большой импорт, несется к нам в Россию, и благодаря этому мы начинаем неплохо жить. Но это заслуга не нашей власти. На территории города Воронежа введен режим повышенной готовности. На основании режима повышенной готовности указом губернатора введен указ губернатора 184У, которым запрещено проведение всех публичных, массовых и иных мероприятий. Мы с вами диалог дальше будем продолжать. Забежанный доставлен в отдел полиции номер 6. Приходите в отдел авто на очистном порядке, в отдел России по городу Воронежа. Ваши документы. Представьтесь нам, мы его в ВВД-инфо сообщим. А почему вы считаете, что имеете право высказать свое мнение? Я гражданин своей страны. И я неразрыгными нитями связана со своей страной. И все, что происходит в ней, это касается меня. Конечно, нас могут загрязи в концлагерь, но куда ж деваться? А что, спокойно смотреть, как убивают людей? Так, ну, собственно, опять уводят кого-то. Вот так вот здесь людям даже не дали собраться. Пресекали прямо на подходах. Как это можно назвать митингом, если там не было выступающих? Это были просто несколько, несколько кучек. Они стояли, пришла полиция, стала хватать, стала угрожать, стало это самое. Ну, и меня схватили, потому что я как-то оторопел. Я как-то остолбенел, надо было просто ретироваться. Вот. Меня, значит, схватили, туда привезли, протокол. А после протокола суд. А после суда штраф пять тысяч. Суды как у вас проходили? Ну, это штрафы. Штрафы были и тысячи, и пять тысяч, и десять тысяч. Конечно, суды были очень смешные, тенденциозные. Чувствовалось, что там правит не закон, а понятие. Сейчас я носку надену на всякий случай. Так, все, отлично. Это моя спонсорская помощь. О, спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Так, ну тут идут к нам целый наряд какой-то идет. Ну, не знаю, что тут будет происходить. Сейчас посмотрим. Что-то... Да, вот этот сотрудник, да, который идет. Так, что происходит? Да, здрасте. Что происходит? А что происходит вообще? Это видео, в том числе, я записываю на случай моего ареста. Не бойтесь, люди в Украине умирают. Умирают ни за что. Это наша с вами вина. Мы должны также вместе с украинцами страдать и помогать им в борьбе против этого режима. И мы победим. Так, друзья, всем привет. Я пресса, не трогайте меня! В любой момент, там, тебе как политическому могут кого-нибудь подсадить или что-нибудь еще там придумать. И ко мне приходил Сватиков как раз в это время, в пресс-въемнике первый день. Прям Сватиков – это начальник ЦП по городу Воронежу, то есть, значит, полковник он в звании. Ну и тоже с ним состоялся такой разговор, не очень, конечно, приятный. То, что, в общем, недоволен тем, чем я занимаюсь, что я, в общем, слишком меня много, вот эти прямые эфиры, что вот Украина. Он мне спрашивал, знали ли я, что такое фашизм, там, вот, как я отношусь к этому фашизму. Ну, такие вот какие-то базовые вещи. Ну и плюс он мне рассказал еще то, что какие-то вот такие, начал говорить о том, что вот есть люди, которые уезжают на Украину, и там они не возвращаются, какие-то, знаете, какие-то братские могилы начали рассказывать на Украине, там, в Донбассе. И вот так вот начал легко намекать, что можно, типа, уехать и не вернуться. Но, как бы, вот уже это неприятный, конечно, звонок, что сам начальник ЦП приезжает к тебе разговаривать, и, в общем, уже в таком, в общем, тоне-то обсказал. А за что погибают наши пацаны? За что? Какие смысли, цели? За что, друзья мои? Увеличивать территории больше рабов, больше территорий, больше хлеба, больше мяса, феодал доволен. А что бы вы сказали бы Путину, вот если бы вы попали бы к нему на прием? Вы знаете, говорить что-то Путину, это смешно. Здесь не надо ничего говорить. Здесь нужно просто вытащить его из бункера и гадский суд. Вот и все. Его конец очевиден. Мне не нужно к нему попадать, но то, что его конец очевиден, это произойдет и произойдет, я надеюсь, очень скоро. И будем надеяться, что скоро это все, режим пойдет, и будем строить новую жизнь. Я думаю, половина зала за войну, половина против. Так? Нет. Нет, больше... Против. Давайте я спрошу, больше за войну? Нет. Против. Или против? Против. А что бы вы сказали украинцам, которые сейчас озлобились на Россию, на русских? Мы отстроим. Надо прекращать вот эту подягу и отстраивать. И эти города отстраивать заново. Эти города мы отстроим. И Харьков, и Херсон, и Чернигов, и Киев, и Николаев, и Мариуполь. Все эти города мы отстроим. Появятся новые города на этом месте. А подягу надо прекращать, и чем быстрее, тем лучше. На стороне Украины гигантский подъем духа. Гигантский подъем духа. Дух истребить невозможно, как невозможно истребить воду в Мировом океане.